Приветствую всех! Я Маргарита Богданова, научный сотрудник музея Минифелицына. Хочу рассказать вам об одном из краснодарских памятников Великой Отечественной войны, который расположен на улице Ставропольской, ухода в парк Солнечный остров. Его полное название – обелиск советским воинам, принимавшим участие в форсировании реки Кубань и освобождении Краснодара от фашистских захватчиков. Часто его сокращенно называют памятник воинам-освободителям. Но дело в том, что в Краснодаре есть другой памятник с таким же названием. Это скульптура воина с ППШ в руках на площади Победы, которая находится на пересечении улиц Захарова и Постовой. Это памятник освободителям Краснодара в широком смысле. Обелиск же посвящен конкретно воинам 46-й армии. Он расположен на памятном месте, откуда началось наступление советских войск, которое привело к освобождению города от фашистских захватчиков 12 февраля 1943 года после полугодовой оккупации. 15-метровый железобетонный обелиск был создан известным кубанским скульптором Иваном Петровичем Шмагуном и был торжественно открыт 9 мая 1967 года. Сразу за ним расположена плита, на которой справа изображена схема освобождения Краснодара, а слева нанесена следующая надпись. С этого рубежа части 46-й армии, ордена Красного Знамени 40-я отдельная мотострелковая бригада и 31-я стрелковая дивизия, находясь под командованием генерала-майора Цыпляева и полковника Богдановича, нанесли сокрушительный удар по гитлеровским войскам и в ночь с 11 на 12 февраля 1943 года освободили город Краснодар. 46-я армия, о которой идет речь, была сформирована 1 августа 1941 года. Изначально она воевала на Закавказском фронте, где обороняла советскую границу с Турцией. Затем была переброшена на Кавказский фронт и прикрывала перевалы через Главный Кавказский хребет. В ее состав входили несколько стрелковых и горно-стрелковых дивизий и бригад, артиллерийские полки, дивизион бронепоездов и другие. Армия ей сменила несколько командующих. В период Краснодарской наступательной операции ей командовал генерал-майор Иван Павлович Ростый. На стеле обелиска упомянута 40-я отдельная мотострелковая бригада генерал-майора Цыпляева, входящая в состав 46-й армии, она была создана на базе 72-й кубанской казачьей кавалерийской дивизии, которая принимала участие в Кершинской оборонительной операции в мае 1942 года. К сожалению, она понесла серьезные потери, была разбита и в дальнейшем преобразована в мотострелковую бригаду из-за полной потери конского состава. Часть ее военнослужащих продолжала носить традиционную казачью форму, а саму бригаду часто называли Пластунской. Сменив коней на бронетранспортеры, перейдя из кавалерии в мотострелковые войска, ее воины не утратили свои боеспособности. Казаки, которые показали себя в боях на Керчевском полуострове, прекрасно зарекомендовали себя и в боях на Кавказе. На переправах через реки Кубани-Лабум сыграли важную роль в Туапсинской оборонительной операции. Краснодарская наступательная операция началась 9 февраля 1943 года. После взятия Усть-Лабинска, Станиц-Воронежской, Васюринской, разгрома вражеских гарнизонов в ряде аулов, войска 46-й армии начали наступление на Краснодар по правому берегу Кубани. Его штурм начался 11 февраля. После того, как 31-я стрелковая дивизия прорвала Краснодарский обвод, немцы начали отступать. Затем 40-я отдельная мото-бригада взяла Старокорсунскую, хутор Ленина стала подходить к Пашковской. Бойцы 40-й мото-бригады вошли в город с южной стороны и, взаимодействуя со стрелками 9-й горно-стрелковой дивизии, улица за улицей освобождали Краснодар. 31-я стрелковая дивизия вошла в Краснодар в 18.00, согласно их журналу боевых действий. 11 февраля вечером через Кубань переправилась и 10-я стрелковая бригада. И вместе с 40-й мото-бригадой они освобождали Дубинку, железнодорожный вокзал, а вместе с 31-й дивизией – центральную часть города. К 2-м часам ночи, 12 февраля, была полностью освобождена центральная часть города. Бои продолжались только на западных окраинах. Утром на башенке здания на углу Красной было подружено красное знамя как символ победы. И в полностью освобожденном городе прошел митинг. За отличие в боях по освобождению Краснодара, три соединения 46-й армии получили почетное номинование «Краснодарские». 82 воина армии были удостоены звания Герой Советского Союза. Герой Советского Союза 3-м. Продолжение следует...